Девушки отдыхают Давай поговорим нескучно об истории. Привет! Первое свое стихотворение Александр Сергеевич Пушкин написал на французском языке, еще и в раннем детстве. Казалось бы, какое отношение это имеет к тайным обществам и мятежам против власти в России? А связь эта есть, и она очень интересная, ведь история – это нескучно. Давайте разбираться. С первой трети XVIII века в России появилась новая повальная мода среди дворянства – галамания. Любовь ко всему французскому настолько охватила аристократию, что французский язык стал вторым. Эту моду даже высмеивал фанвизин. Губернатор Москвы Ростопчин, когда французы навестили древнюю столицу с Наполеоном во главе, тоже осуждал франкоманию. Так что даже пришлось отметить этот визит с сжиганием всего города. Но, как вы сами понимаете, после этого недружественного визита любовь к французам несколько поутихла. Зато у французов появилось множество русских слов в языке. И по сей день они используют такие слова, как «блины» и «шапка». Есть легенда о том, что слово «бистро» появилось от того, что занявшие Париж казаки любили кричать «быстро», заказывая еду. История эта не подтверждается источниками, но французам она нравится настолько, что они даже используют таблички, рассказывающие о выдуманной истории этого слова. К концу 18 века любовь ко всему французскому получила мощную подпитку. В результате Великой Французской революции в Россию эмигрировало более 15 тысяч французских аристократов, которые очень комфортно тут прижились. Однако революция сильно обеспокоила российские элиты, ведь это был тревожный звонок. Во избежание опасного влияния революционеров Павел I всячески запрещал в ходе своего недолгого правления французские книги, моду, танцы и прочее. И, как показала практика, не так уж он заблуждался, поскольку детищем этой революции и стал корсиканский выскочка Наполеон Бонапарт. Император Александр, напротив, старался наладить отношения с французским коллегой, заключал с ним договора и давал свободу импортной культуре. В начале своего правления Александр I оказался под влиянием либерально настроенных представителей русской и польской аристократии, составившей негласный комитет. Количество дворян, считавших крепостное право пережитком прошлого, с каждым годом росло. Некоторые также считали губительной для развития страны абсолютную монархию и мечтали о принятии конституции, перед которой все, от императора до крепостного крестьянина, будут равны. После победы в Отечественной войне и возвращения из заграничного похода русская армия принесла не только награды и шрамы. За границей представители российского дворянства впервые увидели, какой может быть жизнь без крепостничества и абсолютизма при парламентаризме и верховенстве закона, который гарантирует неприкосновенность личности, свободу слова и презумпцию невиновности. Подъем общественного движения спровоцировала нерешительность Александра I. Многочисленные проекты конституции, парламентов и отмен крепостного права, обсуждавшиеся в ближнем круге императора и к которым он относился поощрительно, дразнило аппетит просвещенного дворянства, жаждущего более решительных перемен. Вот почему после 1812 года, словно грибы после дождя, стали появляться тайные общества. Первыми из них стали Орден русских рыцарей, Семеновская артель, Священная артель и Кружок Раевского. Все они образовались в 1814 году. Их принято называть преддекабрийскими тайными обществами, при Александре I в России впервые появилось организованное общественное движение. Отправной точкой в деятельности тайных организаций Российской империи при императоре Александре I стала война с Наполеоновской Францией 1812 года. Именно после нее началось формирование общественных организаций. Причинами их появления стали поход армии на Запад, на Париж. Русская армия гнала Наполеона до Франции. За это время многие офицеры успели увидеть мир без крепостного права. Эти же офицеры не увидели главного. Западный мир без крепостного права строился на колониях. Благосостояние стран росло во многом из-за эксплуатации колоний. Элита Российской империи выступала против Александра I, прямо и косвенно поддерживая тайные общества. Причины негативного отношения к императору. Тильзитский мир, изближение с Наполеоном, а также отказ от либеральных реформ. Развитие общественной идеологии прогресса. В России активно продвигались идеи демократического развития страны. С частичным или полным отказом от монархии. Нерешительность правительства в реформах. Александр I после 1812 года окончательно ушел от идей либерализма, проводя реформы консервативно и очень осторожно. Поэтому были недовольные, которые полагали, что изменения должны проходить более быстро и масштабно. Примечательно, что в общем цели тайных организаций на начальном этапе и правительства совпадали. Это четыре главные причины зарождения тайных обществ в Российской империи. Важно понимать, активный подъем этих движений начался с новой волной либерализма, которая обрушилась на Россию после событий 1812 года. Это была вторая волна. А первая пришлась еще на правление Екатерины II. Тайные общества, действующие в России с 1816 по 1825 годы, интересны тем, что они, как правило, существовали недолго, но постоянно трансформировались в новые формы с новыми идеями и задачами. Лидеры обществ не менялись. Менялись только названия. В 1816 году члены Семеновской и Священной Артелей объединились в Союз Спасения. Основателями были Николай Николаевич Муравьев, Александр Николаевич Муравьев, Сергей Петрович Трубецкой, Сергей Иванович Муравьев-Апостол. В организацию также вошли Павел Иванович Пестель и Никита Михайлович Муравьев. Прямо муравейник какой-то. Общество объявило своей целью отмену крепостничества и ограничение крепостного права путем принятия Конституции и используя исключительно мирные методы. Были в Союзе и радикально настроенные участники, предлагавшие убить царя. Пестель выступал решительно против покушения на жизнь императора. Но как добиться своих целей члены Союза Спасения так и не решили. Поэтому в 1818 году самораспустились. В том же 1818 году образовалась новая тайная организация Союз Благоденствия. Кстати, тайной она была весьма условна. О ней знали многие, включая самого императора. Известно, что он читал зеленую книгу Устав Союза и не нашел там ничего криминального. В Союзе состояли более 200 человек из которых 30 были учредителями. Вскоре у Союза появились региональные отделения в Москве в Нижнем Новгороде, Тамбове и в других городах. Рядовые участники организации считали, что она создана исключительно для просветительской деятельности. С этой целью создавались различные легальные организации. Литературное общество «Зеленая лампа», членом которого был даже Пушкин. Вольное общество любителей российской словесности, боровшиеся за чистоту русского языка. На его заседаниях бывали поэт Боротынский и писатель Грибоедов. Общество выпускали журналы и издавали книги. Но учредители Союза благоденствия знали, что его истинная цель – добиться отмены крепостного права и принятия Конституции. С одной стороны, кажется, ну очень глупая организация секретности. С другой, человек устроен так забавно, что никогда не ищет того, что на виду. Этот любопытный феномен лег в основу сюжета рассказа «Похищенное письмо» Эдгара Алана По. В этом рассказе в поисках важного документа перерыли все увы в доме, в то время как он спокойно лежал на самом видном месте. В 1820 году заговорщики решили, что Россия должна стать республикой. Пестель предлагал в переходный период ввести временное правительство с чрезвычайными полномочиями, но его идею никто не поддержал. По-прежнему было мало сторонников идеи убийства императора. Союз благоденствия, как и Союз спасения, также погубило отсутствие согласия между его участниками по поводу методов достижения целей. На съезде в январе 1821 года они рассорились друг с другом и распустили организацию. В следующем году император издал указ о запрете деятельности тайных организаций в России. Все, кто находился на государственной службе, должны были дать расписку, что они ни в каких запрещенных организациях не состоят. Все-таки, какая была наивная эпоха? Тогда слово «дворянина» значило очень многое, и если оно было дано, следовало его держать. Сразу после распуска Союза благоденствия Трубецкой и Никита Муравьев договорились о создании новой организации с более узким составом участников, имеющих схожие убеждения. Организация была создана в Петербурге в 1821 году. Называлось «Северное тайное общество». Ее руководство называло себя «Верховной думой». Помимо Трубецкого и Муравьева, там были Кондратий Федорович Рылеев, Николай Иванович Тургенев, не тот, что литератор, и Александр Иванович Адаевский, который как раз тот самый поэт. В «Северном обществе» было две категории участников – убежденные и согласные. За основу в «Северном обществе» была взята Конституция Муравьева. Она предусматривала установление в России конституционной монархии с обязательным разделением властей и с созданием двухпалатного парламента – Народного Веча. Парламент должен был быть выборным, но избирательное право предоставлялось на основе имущественного ценза. Документ также предусматривал освобождение крестьян с предоставлением им двух десятин, чуть больше двух гектаров, земли, которую нельзя продавать и покупать. Остальные земли должны остаться в собственности помещиков, сдаваясь в аренду. Конституция Муравьева предполагала свободу слова, вероисповедания и печать. В марте 1821 года в Киеве возникло южное тайное общество. Его возглавил Пестель. Общество было устроено так же, как и Союз спасения. Его участники были настроены более радикально, чем их северные коллеги. Они хотели убить императора и осуществить государственный переворот силами армии. Поэтому в южное общество принимали только военных. В нем соблюдалась строгая дисциплина, от участников требовали абсолютного подчинения. Южное общество хотело договориться о совместных действиях с польскими освободительными организациями. Предполагалось, что в результате переворота Польша получит независимость. Ей передадут часть Украины. Южное общество хотело объединиться с Северным, но они не могли договориться о целях и методах. В Петербурге возник филиал Южного общества. Программным документом Южного общества была «Русская правда», написанная Пестелем в 1823 году. Осенью 1825 года император Александр I, путешествуя по России, оказался в городе Таганроге, где неожиданно заболел. После непродолжительной болезни 19 ноября 1825 года он скончался. У Александра I не было сыновей. И официально после его смерти императором должен был стать его младший брат Константин Павлович, бывший цесаревичем, то есть наследником престола. Когда пришло известие о смерти Александра I, книготорговцы в витринах своих лавок выставили портреты Константина. Однако возникла проблема. Константин Павлович заранее подписал отречение от престола по согласованию со старшим братом. Дело в том, что еще в 1823 году Александр I составил завещание, к которому престол переходил Николаю I, третьему сыну Павла I. Николай Павлович был весьма непопулярен среди высших военно-чиновничьих элит. А поскольку договоренность императора и его среднего брата была заключена в секрете, то после смерти царя генерал-губернатор Санкт-Петербурга граф Милорадович надавил на Николая Павловича и убедил его отказаться от прав на престол в пользу Константина. Через неделю после смерти Александра население Петербурга и Москвы было приведено к присяге Константину, хотя никаких официальных манифестов о его вступлении во власть не было. Сам Константин тоже хранил молчание по этому поводу. Чиновники высшего ранга всячески способствовали затяжке ситуации. Они надеялись, что Константин покапризничает и все-таки согласится стать императором. Ну, действительно, неловко же. Такие уважаемые люди просят. Более того, даже сам Николай Павлович принес присягу брату и привел к ней дворцовый караул и чиновников, которые в этот момент оказались под рукой. При том, что он знал о планах Александра I передать трон ему. Но в оправдание Николая Павловича уточним. Он не знал точно, есть ли на эту тему официальный документ. Причиной отказа от престола Константина стала его любовь к польской аристократке Иоанне Грудзинской, не принадлежавшей ни к одной из правящих династий того времени. После смерти Александра I начались переговоры с целью выяснения обстоятельств наследования престола. Состояние усугублялось огромными расстояниями между Таганрогом, где умер Александр I, Варшавой, столицей царства польского, где в тот момент находился Константин в качестве наместника, и Петербургом, где жил Николай Павлович. Как мы с вами понимаем, с интернетом и телефоном были определенного рода сложности. До первой телеграфной линии в России оставалось еще 15 лет, так что приходилось выкручиваться по старинке. И пока почтовые курьеры мчались, загоняя лошадей и развозя важные депеши, вовсю продолжали принимать присягу Константину. 2 декабря 1925 года Константин Павлович отвечает на письмо брата от 27 ноября, подтверждая отсутствие желания садиться на трон. А в это время монетный двор чеканил новые константиновские рубли. Забавно, что бесполезный константиновский рубль сейчас является одной из самых дорогих монет Российской империи. В 2021 году один из таких рублей был продан с аукциона за 2 миллиона 600 тысяч долларов. Мало того, эти рубли даже пытались подделывать в 19 веке. Причем заказчиком чеканки подделок на Парижском монетном дворе был не какой-то там мелкий мошенник, а целый князь Александр Трубецкой. На сегодняшний день константиновских рублей известно 8 штук, из которых 5 в музеях. Можете увидеть две из них в Государственном историческом музее Москвы и в Эрмитаже. Одну монету занесло аж в Вашингтон. Там она хранится в Смитсиновском музее. Но вернемся к тому моменту, когда эти рубли пока еще стоили не более рубля. Тем временем типографии тиражировали портреты, бланки приказов, паспортов и прочей официальной документации. Разумеется, заголовками по указу императора Константина Павловича. А 7 декабря Николай Павлович получает очередное письмо. Как раз то, что отправили из Варшавы 5 дней назад. Кстати, расстояние между этими городами 1000 километров. То есть срочные послания шли со скоростью около 200 километров в сутки. Не очень удобно, правда? В этом письме Константин, помимо подтверждения прав Николая на престол, еще и угрожает брату уехать за границу. Если все не устроится сообразно воле покойного нашего императора. Напоминаю, ситуация на тот момент была более чем странной. Вся страна присягает новому императору. А он не просто не хочет царствовать, так еще и угрожает уехать вообще. А ведь присяга – дело серьезное, особенно для аристократа XIX века. Что теперь? Переприсягать? Так тогда какова ценность присяги? Хоть раз в неделю переприсягай, а предыдущая не считается. Но Николай Павлович нашел парадоксальный и вполне остроумный выход. Константин, мой государь, отверг присягу, которую я и вся Россия ему принесли. Я был его подданный. Я должен был ему повиноваться. Вот так-то присягнул царю, слушая его беспрекословно, даже если он требует присягнуть другому. Логично. Капризный наследник не хотел ни править, ни приехать в столицу, ни подписать официальный документ. А время-то шло. Пришлось-таки Николаю предпринять решительные действия. Он составил манифест о своем восшествии на престол. Текст манифеста готовил легендарный Спиранский. Подписал манифест Николай Павлович 12 декабря. Но началом царствования Николая указана дата смерти Александра I. Таким образом, все присяги Константину стали недействительны. Они же были принесены уже после воцарения Николая I. Вечером 13 декабря Николай Павлович объявил о своем вступлении на престол на чрезвычайном заседании Государственного совета. На 14 декабря была назначена переприсяга. В 7 утра сенаторы принесли присягу императору Николаю I. И вот настал идеальный момент для заговорщиков, долгие годы готовившихся к перевороту. Ведь что может быть лучшим поводом, чем переприсяга? Это же выглядит как самая настоящая узурпация власти – переворот. С точки зрения членов северного общества, переприсяга, которая для них, так же, как и для всей страны, явилась полной неожиданностью, открывала путь к свержению самодержавия и задуманным заговорщиками реформам. Восставшие надеялись, что солдаты гвардейских полков не поймут и не примут переприсягу. Действительно, нелегко было объяснить солдатам, которые считали, что всякий царь от бога, почему Константина вдруг лишают престола. Переприсяга при живом и вполне законном царе легко могла быть воспринята как государственный переворот в пользу непопулярного среди солдат-гвардейцев Николая. А если не воспринята, то можно и намекнуть об этом сомневающимся. Члены Южного и Северного обществ давно готовились к военному выступлению, но оно должно было произойти позднее. По их замыслам, в мае 1826 года, на юге, во время смотра войск Александром I. Узнав о его скоропостижной смерти и сумятице вокруг наследника престола, члены Северного общества решили вывести 14 декабря на Сенатскую площадь Петербурга московский и гренадерский гвардейские полки и гвардейский морской экипаж. По их замыслам, войска должны были отказаться от присяги Николаю Павловичу, а Государственный совет должен был провозгласить манифест к русскому народу об уничтожении самодержавия и крепостного права, также введении гражданских свобод для всего населения России и созыве учредительного собрания. Кондратий Федорович Рылеев, руководитель Северного общества, стал главным организатором восстания декабристов. 13 декабря заговорщики собирались на набережной Мойке, где жила семья Рылеевых. На тайном совещании Северного общества диктатором восстания был назначен князь Сергей Петрович Трубецкой, заместителем – князь Евгений Петрович Оболенский. Однако восставшие повели себя крайне неорганизованно. Поднятые на мятеж солдаты московского полка, гренадеры и моряки гвардейского экипажа опоздали к началу присяги Сената и простояли все дальнейшее время в бездействии на Сенатской площади. Капитан Якубович не повел матросов на захват Зимнего дворца и не арестовал царскую семью, потому что опасался за жизнь царствующих особ. Воинские части восставших собирались на Сенатской площади крайне медленно и в разное время. К 11 часам дня на Сенатскую площадь в своей части московского полка вывели офицеры Бестужев-Марлинский и Щепкин-Ростовский. В часу дня к ним присоединились матросы-гвардейцы и гренадерский полк. Всего было выведено около трех тысяч военных, 30 из которых были офицерами. Полки выстроились в виде каре около памятника Петру Первому. Каре было проверенным и оправдавшим себя боевым построением в форме четырехугольника, обеспечивавшим как оборону, так и нападение на противника с четырех сторон. Остальные войска не пришли на помощь восставшим. Оказалось, что и манифест было предъявлять некому, потому что в 7 часов утра сенаторы приседнули Николаю Первому и разъехались по домам. Как говорится, кто рано встает, тому бог подает. Наверное, очень обидно годами готовить переворот и проспать идеальный момент. Площадь была оцеплена верными Николаю Первому войсками. Генерал-губернатор города Милорадович пытался вести переговоры с восставшими, но был смертельно ранен одним из заговорщиков – Каховским. Граф Михаил Андреевич Милорадович, генерал-губернатор Петербурга, герой Отечественной войны 1812 года. Подъехал верхом к собравшимся солдатам, убеждая их разойтись. Он показывал шпагу, подаренную ему цесаревичем Константином, с надписью «Другу моему Милорадовичу». Напоминал о битвах 1812 года. Говорил, что сам охотно желал, чтобы Константин был императором, но что же поделать, если он отказался? Уверял их, что сам видел новое отречение и уговаривал поверить ему. Генерал Милорадович мог сильно поколебать солдат и добиться успеха, поскольку был очень популярен среди военных. Тогда Оболенский штыком ударил его лошадь, ранив графа Михаила Милорадовича в бедро. Каховский произвел выстрел из пистолета в спину генерал-губернатора. Раненого Милорадовича унесли в казармы, где он в тот же день скончался. Впоследствии, уже перед смертью, Милорадович обрадовался, узнав, что в него попала пистолетная, а не ружейная пуля, значит, стреляли не солдаты. К войскам, оставшимся верными Николаю I, присоединяются Семеновский, Измайловский, Егерские полки. Было предпринято несколько атак правительственных сил на мятежников, но безрезультатно. К императорским войскам подходил финляндский полк. Поручик Панов с гренадерами прорывался к Зимнему дворцу, но на штурм не решился и отвел солдат на Сенатскую площадь. Декабристы тем временем не действуют, они ждут диктатора, князя Трубецкого. Диктатор – это лидер восстания у них так назывался. Николай I посылает к восставшим для переговоров командующего гвардии генерала Войнова, затем митрополитов Серафима и Евгения, великого князя Михаила Павловича, но мятежники не уходят. Вместо Трубецкого, так и не явившегося на площадь, диктатором был выбран Аболенский. Он пытается собрать военный совет. Николай I посылает к восставшим парламентера с ультиматумом, но мятежники встретили его выстрелами. Николай I взял инициативу в свои руки, стянув к месту выступления войска в четверо превосходящих мятежников и 36 орудий. Император отдал приказ стрелять. На первый залп восставшие отвечали ружейным огнем, но потом под градом кортечи ряды дрогнули, началось бегство. Мятежники пытались спастись бегством по реке Нева, но от обстрела лед реки треснул и ноги утонули. После восстания Николай I написал Константину Павловичу. Дорогой, дорогой Константин, ваша воля исполнена. Я император, но какой ценою, боже мой, ценою крови моих подданных. 29 декабря 1825 года, узнав о неудавшемся мятеже в Петербурге, на Украине восстает Черниговский полк под командованием Сергея Ивановича Муравьева-Апостола и Михаила Павловича Бестужева-Рюмина. После ареста Павла Ивановича Пестеля, руководителя Южного общества, его лидером становится подполковник Муравьев-Апостол. Гебель, командир Черниговского полка, отдает приказ арестовать Муравьева-Апостола. В селе Трелесы, где его разместили, офицерам удается освободить Муравьева-Апостола из плена. Далее восставшая рота выдвинулась в деревню Ковалевку на соединение с другой ротой полка. На следующий день мятежный полк вступает в город Васильков, захватывая при этом оружие и полковую казну. 31 декабря 1825 года восставшие занимают деревню Матавиловка. Муравьев-Апостол ставит перед мятежниками цель – прорываться в город Житомир, где должно произойти соединение с другими полками, которые могли поддержать восставших. Но на пути уже стояли правительственные войска, поэтому восставшим осталось одно – повернуть на Белую Церковь. 3 января 1826 года Черниговский полк был разгромлен под Устимовкой, встретившими его правительственными войсками. Подполковник Муравьев-Апостол был ранен в бою, а потом пленен вместе с другими офицерами. Дальнейшее следствие показало, что у Муравьева-Апостола и других руководителей восстания отсутствовал четкий план действий. Солдат они склонили на свою сторону прямым обманом, а пресечь в их рядах пьянство, мародерство и дезертирство так и не сумели. В кульминационный момент боя солдаты не оказали помощи раненому командиру, напротив, убили штыком его лошадь, чтобы тот не смог скрыться. В целом причинами поражения декабристов послужили неграмотное руководство восставшими, отсутствие необходимого единства и согласованности действий в ходе восстания, отсутствие поддержки со стороны населения, достаточно открытость действий заговорщиков, о которых знало правительство. Одно то, что лидер восстания так и не появился на площади, говорит о многом. Делом декабристов занимался Верховный уголовный суд, созданный специально для разбирательств мятежа. Император Николай I указом от 10 июля 1826 года смягчил приговор почти по всем разрядам. Только в отношении пяти приговоренных, поставленных вне разрядов, приговор суда был подтвержден. Суд вместо мучительной смертной казни и четвертованием приговорил их повесить, сообразуясь с высокомонаршем милосердием, всем в самом деле явленным смягчением казней и наказаний прочим преступникам определенных. 13 июля 1828 года пять главных заговорщиков Муравьев-апостол, Пестель, Рылеев, Каховский, Бестужев-Рюмин были повешены. Место и время казни по распоряжению императора сохранялось в тайне. Сообщения о ней были опубликованы задним числом. Потрясенный Пушкин, назвавший декабристов умнейшими людьми России, написал «И я бы мог» и нарисовал виселицу на полях рукописи. Резко отреагировал на приговор декабристам поэт-князь Вяземский. «Для меня Россия теперь опоганена, окровавлена. Сколько жертв и какая железная рука пала на них». Но, с другой стороны, известный чиновник и мемуарист Филипп Вигель считал, что либерализм столь нам несвойственный, обезоружен и придавлен. Слова «правосудие» и «порядок» заменили сакраментальное до то ли слово «свобода». Строгость его никто не смел, да и не хотел назвать жестокостью, ибо она обеспечивала как личную безопасность каждого, так и вообще государственную безопасность. Везде были видны веселые и довольные лица, печальными казались только родственники и приятели мятежников 14 декабря. Видимо, благодаря кровопролитному подавлению декабристского бунта, первый день вступления на престол Николая I многие стали считать деспотом. Однако за 30 лет его правления в России были казнены всего 5 человек, как раз лидеры декабристов. При этом во время следствия над декабристами, как и в дальнейшем пытки против политических заключенных, не применялись. Однако есть некоторые нюансы. Около 120 членов тайных обществ подверглись внесудебным репрессиям, заточение в крепость, разжалование, перевод в действующую армию на Кавказ, передача под надзор полиции. Дела солдат, участвовавших в восстании, разбирали особые комиссии. 178 прогнали сквозь строй, 23 приговорили к другим видам телесных наказаний. Из остальных сформировали сводный гвардейский полк и послали его на Кавказский театр военных действий. Смертный казник, как таковой, Николай не одобрял. Однако прогнать осужденных сквозь тысячу человек 12 раз – это вполне им было приемлемо. Речь идет о наказании шпицрутанами – металлическими шомполами, которыми били пробегающего сквозь строй человека. Понятное дело, что фактически это была смертная казнь. 88 человек были сосланы на каторгу в Сибирь, 18 человек – ссылку. Некоторые из офицеров были разжалованы в солдаты и переведены на Кавказ, где шли военные действия. 178 солдат прогнали через строй в тысячу человек, где их избивали палками, после чего они также были отправлены на Кавказ или сосланы в Сибирь. Многие декабристы в ссылке собирали материалы по истории Сибири, изучали народный быт. Еще в Чите на средства жен декабристов была устроена небольшая больница, которой пользовались не только ссыльные, но и местные жители. Некоторые ссыльные декабристы обучали грамоте местное население. В Туринске, Свердловской области декабристами был разбит парк, сохранившийся до наших дней. После подавления восстания Николай I развернул в стране масштабную борьбу с революционной заразой. В 1856 году Александр II, сын Николая I, издаст манифест о помиловании декабристов. Но к этому моменту в живых останется только 40 человек. Историческое значение восстания декабристов велико. Оно было первым открытым выступлением против самодержавия и крепостного права. Это выступление показало обществу наличие глубоких социальных противоречий и необходимость реформ. Нужно также отметить, что декабристы первыми создали организованные структуры, тайные общества, были разработчиками программ преобразований в политической и экономической сферах. Декабристы оказали значительное влияние на развитие русской общественно-политической мысли. На их идеях воспитывались многие общественные деятели того исторического периода. Они показали безграничную любовь к своему отечеству, народу и принесли себя в жертву. С другой стороны, выступление декабристов подтолкнуло нового императора Николая I к проведению реакционной политики с целью искоренения революционных идей в российском обществе. Вот так и закончилось царствование Александра I благословенного императора. Французская революция, война с Наполеоном, накопившиеся разногласия в обществе привели к росту протестных настроений. Многочисленные тайные общества, действовавшие под носом у ушедшего в себя императора, могли бы добиться успеха, но им мешали свои же разногласия, неорганизованность и смутное понимание необходимых шагов. Период странного междуцарствия, когда наследники престола перекидывали друг на друга власть, как горячую картофелину, стараясь от нее отделаться, был тем шансом, которого ждали декабристы. Однако в идеальных условиях они не смогли вовремя организоваться и завершить многолетний план. Да, история-то не скучна. Не просыпайте школу и смотрите наши следующие серии. Мы вас ждем снова. Пока! Субтитры создавал DimaTorzok